28 тысяч резиновых уточек в океане 10 января 1992 года шторм в тихом океане положил начало одному из крупнейших и самых необычных исследований глобальных океанских течений грузовое судно следовавшие из китая в америку попала в шторм менее благоприятный маневр при вел к тому что несколько транспортных контейнеров упали в воду в одном из которых находилась партия из 28 тысяч 800 игрушек для купания игрушки были завернуты в полиэтилен на картоне и в каждой была желтая уточка красный бобр зеленая лягушка и голубая черепаха сделанные компанией first years веселые персонажи вырвались из своего грузового контейнера из-за того что его двери открылись в результате столкновения с одним из других потерянных контейнеров игрушки были спроектированы без каких либо отверстий поэтому они удачно всплывали на поверхность ученые никогда не смогли бы этично сбросить в океан десятки тысяч пластиковых игрушек но случайный выброс такого количества игрушек представлял собой слишком удачную возможность чтобы ее упустить океанограф кертис и бисмеер использовал помощь пляжных бродяг чтобы составить карту их перемещений дрейфовые бутылки использовались для изучения океанских течений но их использование обычно ограничивается тысячи бутылками многие из которых возможно никогда больше не увидит таким образом небывалый урожай из 28 тысяч 800 трекеров океанских течений стал благом для океанографии поскольку он вероятно принесет гораздо больше данных дружественные плавучие как их называли впервые начали выносить на берег аляски в конце 1992 года примерно в 3 тысячах двухстах километрах от места их опрокидывания штормом прошел год и еще 400 последовали их примеру и отправились к восточному побережью залива аляска каждая зарегистрированная игрушка была введена в компьютерную модель моделирования поверхностных течений океана оскар созданную эбисмеером и его коллегой джеймсом ингрэмом модель объединяет данные атмосферном давлении а также о скорости и направлении метеорологических систем для отображения пути индикаторов океанских течений таких как резиновые уточки мореплаватели оскар успешно предсказал направление френдли флоутис которые прибыли в штат вашингтон пару лет спустя те что остались пригодными для плавания дрейфовали в сторону японии и обратно на аляску а некоторые даже добрались до берингово пролива где замерзли в льдах и бисмеер подсчитал что дружелюбным плавучим потребуется несколько лет чтобы пересечь полюс прежде чем более теплый климат гренландского моря раскроет лед и освободит их к 2007 году немного побелевших в пути но некоторые из них все еще носили маркировку первые годы которые их идентифицировала небольшое их количество начало прибиваться к юго-западным берегам великобритании вполне возможно что дружественные плавающие все еще находятся в море и по сей день будь то пойманные в одном из больших океанских мусорных пятен или выброшенные на берег где нет людей или их значение неизвестно разнообразные путешествия игрушек для купания многому научили океанографов о взаимосвязанности наших морей и бисмеер ввел термин флотзометрия для этих пластиковых животных поскольку они были средством понимания движения обломков предметов выброшенных в океан эта история помогла исследователям составить более четкую картину того как работает море вдохновила на написание книги и даже заработала место в голубой планете 2 дэвида оттенбора наука об океане стремительно развивалась с тех пор как харизматичный квартет впервые начал свое путешествие с тех пор их заменили дрейфующие буи оснащенные устройствами gps-слежения которые позволили исследователям проанализировать и нанести на карту наиболее вероятный путь пластиковых отходов это интерактивная карта теперь может показать вам наиболее вероятный путь мусора выброшенного из выбранного вами места которое уместно обозначено резиновой уткой